Кто хозяин во дворе? Согласно правилам дорожного движения, в жилой зоне пешеход может ходить и по тротуарам, и по проезжей части. При этом он не должен создавать необоснованных помех транспорту. Если взрослый способен здраво оценить обстановку, то ребенок, который беспечно играет и бегает по двору, может и не заметить автомобиль. Большинство дворов нашего города устроено так, что в центре двора находится детская площадка, а вокруг нее находится проезжая часть. Очень часто, что там не бывает тротуара, то есть дети, взрослые должны передвигаться по краю данной проезжей части. При въезде в данные дворы всегда стоит знак «У нас жилая зона». То есть водитель, когда въезжает на данную территорию, должен обязательно снизить свой скоростной режим до разрешенного. Разрешенный скоростной режим – это 20 км в час. Летом большую часть времени дети проводят за активными играми во дворе. Водителю стоит быть особенно внимательным. На дорогу в любой момент может выбежать ребенок. Из-за припаркованных авто или кустов его, может быть, не видно сразу. Несколько случаев на территории нашего города уже было. То есть в январе, например, был случай, когда на улице Яблонево-100 сбили несовершеннолетнего молодого человека. Там не было тротуара, то есть он вышел на проезжую часть, чтобы пройти. Но водитель не уступил ему дорогу и в результате произошло дорожно-транспортное происшествие. 27 июня тоже произошло дорожно-транспортное происшествие рядом с КБ-50. Девочка не сошла с самоката без электродвигателя. В результате водитель не успел затормозить. Произошло также дорожно-транспортное происшествие. Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Если Чада вынуждена перейти до подъезда через проезжую часть, сделать это надо быстро и особо внимательно. Как и на любой дороге, необходимо смотреть по сторонам, перебегать участок, только убедившись, что машин в движении рядом нет или что водитель пропускает пешехода. Есть еще отдельное правило для велосипедистов. То есть если велосипедист не достиг 14 лет, то он не должен передвигаться по проезжей части. Несмотря на то, что это жилая зона, он должен двигаться внутри дворовой территории. То есть это пешеходные тротуары, какие-то тропинки вымощенные. Но ни в коем случае не по проезжей части, где у нас передвигаются автомобили. Госавтоинспекторы убедительно просят не оставлять маленьких детей без присмотра. Родителям нужно регулярно напоминать детям правила дорожного движения и поведения во дворе.